Ну скажи, куда мы летим? В США? Канада? Африка? Добро пожаловать на осенний отдых в испанской деревушке Резидентова. Сельские дискотеки, сочные доярки, рыбалка гарпуном, стритрейсинг на вагонетках и фанат коронеток, попавшая в беду, которые мы будем спасать или нет. Эшли! Это фресли фай, огонь позвонит. Эшли! Все это ждет вас в обновленном селе. Спасибо Capcom за возможность прикоснуться к легенде в очередном ремейке. Новых игр у нас для вас нету, поэтому наслаждайтесь 10 раз переваренным контентом. О, щит! Четвертый Резидент начинается с самой интересной завязки, от которой по твоему телу побегут мурашки. Выбор, за какой скинчик Леона играть. Фанат китайских мультиков в белом или черном? Господи, что ты наденула? Совершенство. Наш главный герой Леон Скотт Кеннеди, которому поставлена задача найти орленок. Ты нет, я не про детский лагерь, а дочь президента с этой погремухой. Хотя в таком орленке тоже хотелось бы побывать. Первые вопросы начинаются сразу по прибытии. А почему у них тут масленица осенью? Окей. Но жители гостеприимные, будут встречать городских всем селом. Бабуль, да не буду я добавку, я уже сытый. На! Реалистичности всей истории добавляет тяжелая ситуация госработника. На оклад охранника президента прожить сложно, поэтому важно заходить в каждый дом и счищать драгоценности, продавая их местному барыге, чтобы на вырученные деньги покупать материалы категории B. Я 7 лет уже так на водку собираю. Как и в любой деревеньке, здесь встречаются разные животные. Урочки, свинюшки, попавшие в капкан собаки. Не волнуйся, малыш, я тебе помогу. Па! В симуляторе испанской рыбалки можно половить карасей поменьше, или вообще огромных карасей жесть, на которых нужен минимум динамит или бесконечные гарпуны. Да, вот эти 4 штуки гарпуна в лодке, это как бы бесконечные боеприпасы. Реалистично, кстати. Правдоподобно. Обследуя озеро, я даже нашел курятник. В этом месте, наконец-то, можно определить, что было раньше, яйцо, или желание разработчиков облизать западную культуру. Потому что коричневое яйцо хилит больше, чем белое. Они же, блядь, одинаковые. Коричневые яйца важны. Лайк, если тоже любишь коричневые яйца, репост, если предпочитаешь девушек. То, что на первый взгляд кажется деревенькой, по итогу является целым курортом. Здесь и замки, и шахты, в которых добывается янтарь, и встречаются даже аттракционы. Тир по мишеням, тир по людям, катапультам и воротам, и даже местная забава. Шахтерские гонки. А в перерывах между забавами можно вспомнить о сюжете. Собирая улики, мы наткнемся на разбитую раскладушку Орленка. Хелло, Мото. Сразу видно, дочь чиновника. Ей даже ИГ нравится. Может, ты еще Ютуб заблокировать захочешь? Или рекламу Казиночей на Твиче? Запрет. Это и есть самая большая свобода человека. Эшли Ака Орленок мы найдем на чердаке церкви, и теперь сильная, независимая девушка станет нашей напарницей. Как же приятно чувствовать, что в 2023 веке сильные женские персонажи могут постоять за себя самостоятельно. Ты молочина. Умеешь сбегать от стремных мужиков. Мы классная команда. Да, мы крутая команда. Ты ничего не делаешь, а я в течение 10 часов пытаюсь тебя спасти от разных упырей. Вот это просто заебись. Отлично. Внимание к деталям в ремейке особенно впечатляет. Я будто бы вспоминаю дорогой 2007. Блейзер, челочку и одноклассницу, которая была Эмма. А стала ветром. Одежда Эшли передает всю суть той эпохи. Тут и ремень для шорт, и ремень для сумки. Видимо, чтобы Эшли проще было носить в очередной раз, когда на нее нападут местные. И даже проработанные карманы со швами. Есть в этом всем что-то такое женственное. Опять эта реклама с сериалом Король и Шут. Горшок, ну как ты в резиденте-то оказался? Я князь, я горшок. Помимо Эшли, еще одним напарником станет. Джордан не из Дёванович. Я дитя Украины. Леон и попутчица успели подхватить местную простуду. У Эшли иммунитет послабее, поэтому она уже кашляет внутренностями. И эта болезнь называется... Трипак. Зато не ковидло. Жить будешь. Разве что есть несколько неприятных симптомов. Видеть черный глаз, потеря контроля над своим телом и щупальца вместо головы. А еще у больных открывается навык телепортация. В простонародье Багус Долбоебус. И вдобавок умение говорить, не шевеля губами. Леон, фу, как некрасиво. Ты, может быть, еще и над карликами смеяться будешь? Вы создаете мне гигантскую проблему. Карлик, блядь. У тебя низкая самооценка. Не знаешь, как общаться с девушками и чувствуешь себя омешкой? Тогда пройди небольшой курс по общению с женским полом на примере своей напарницы. И уже через неделю она будет выполнять твои самые странные фантазии. Будет ползать за тобой на картах или посидит в шкафу. Эшли, место. Вот вам мерзкие, пошлые, перехайпленные близняшки по-русски. А вот по-японски. Но я бы не советовал связываться с этими сестричками. Как чувствую, я не буду тебя пилить. Вместе с тем ты научишься вести себя, как настоящий джентльмен. Помогая даме в трудную минуту. И главное помни, если тебя ебут в задницу, гордись собой, ты впереди. Футбольщик, мальчики походят на качку. В этой деревеньке аптек поблизости нет, поэтому некоторые жители испытывают особенно тяжелые симптомы. И выбирают старую добрую уринотерапию. Не протився, милая. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Это ты, когда вместо похудения решила обойтись простым корсетом с Алиэкспресса. Да, в ногах правды нет. Нет ног, нет правды. Леон! Эй, ты идешь? Да не, не пойду, мне и здесь хорошо. This is fine. Прогуливаясь по поселку, мы заглянули на экскурсию в замок, входящий в список разрешенных игорных зон. Для посетителей здесь открыты квесты по типу побега из тюрьмы, решение головоломок, чтобы открыть очередную дверь и даже игровые автоматы. И всего лишь за три жетона можно выиграть вонючку в машину с запахом китаянки. Уф, надеюсь, это запа горяжьего дошика и реплики найков. В одной из шахт повстречаем даже 180-сантиметровых бугаев, которые решили повторить сцену из второго Терминатора. И за Эшли, и за вирусом здесь будут охотиться сразу несколько сторон. Одним из таких оппонентов станет местный чемпион по единоборствам, майор Краузер, который учился боевым искусством у лучших. А вдобавок Адам Сэндлер, который провозгласил себя местным божеством. С таким Зоханом я бы точно не шутил. В очередной раз по Саэшли можно будет побывать в лабораториях и подробнее узнать о вирусе. И даже повстречать новых обитателей. Этот, похоже, закончил ведьмачью школу боевых моржей. По ходу 10-часовой экскурсии вы посмотрите основные достопримечательности и знаковые места. Неизвестно, по каким причинам путевки у российских туроператоров покупать нельзя. Поэтому воспользуйтесь другими регионами. Стоимость потрясающего отдыха тысячи четыре-пять, ну или бесплатно на ютубе. Не забывайте подписываться на группы ВКонтакте и Телеграм, чтобы не пропускать новые акции. В этой деревеньке каждый найдет чем заняться, поэтому завершив все свои дела, можно завести свой гидроцикл и поставить игре 10 вырубленных с ноги бабушек из 10. А если этот ролик соберет 3000 лайков, то я сделаю видос по Геншину. Пока, да народ.